Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр и это канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о духовном росте, о том, как это духовно расти, потому что каждый вкладывает что-то свое. Я, например, вижу духовный рост как постепенное увеличение осоженности. То есть, когда мы сталкиваемся с какими-то вещами в жизни, точнее мы их создаем, а потом сталкиваемся с ними. То есть, высшее я создает, а я, которое в игре, справляется с этим. И так происходит духовный рост. То есть, я, игровое, растет к я, высшему. И постепенно, постепенно оно приходит к слиянию. То есть, имеется в виду движется, 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 и цель это слияние, то есть возвращение в состояние единства. Поэтому наша жизнь и зачастую кажется бессмысленной, потому что, чтобы наполнить ее смыслом, важно каждый раз вкладывать вот это намерение. То есть, чтобы я, игровое, постепенно расширившись, пришло к я всеобъемлющим, то, что мы называем источником, или то, что мы называем высшим я, пустотой, изначальным состоянием. То есть, в изначальном состоянии там действительно нет движения, нет какой-то проявленности. Там есть просто всеобщность, просто единство. И вот к этому единству стремится каждое наше я, которое здесь вот играет в игру. Духовный рост – это не просто что-то вымышленное, что мы стараемся как-то наладить смысл, когда его нет. Мы видим и чувствуем это, когда он происходит. То есть, он происходит тогда, когда мы справляемся с чем-то. То есть, вот есть, допустим, желание соединиться с источником, но мы чувствуем какие-то заряды, то есть, какие-то препятствия. И это умственные заряды, такие энергетические блоки, спайки. И вот когда я помогаю человеку пройти через это с помощью рассмотрения, как есть этих спайок, получается, он рассоздаёт. То есть, он смотрит на неё, смотрит, смотрит, как она сформировалась, как он участвовал в этом формировании. И она исчезает, то есть, она растворяется. И больше там её нету. То есть, потом человек, расширившись, сталкивается с чем-то новым, да, с каким-то более таким крупным зарядом, да. И вот этот духовный рост, он вот так и происходит. То есть, сначала мы счищаем такой верхний слой, да, то есть, как слои капусты. Когда счистили один слой, показался следующий. И зачастую вот эти слои, которые ближе к сердцевине, они такие, ну, как сказать, более сильные. И я бы даже сказал, от них сложнее избавиться, потому что чувствуешь большую родственность с я, с вот этим я, которое игровое. Но если цель это отойти от этого я, то есть, понять, что оно было создано. И вот это игровое я, это, как скажем так, просто набор суждений, набор каких-то представлений о себе, то мы можем пройти через это. И вот это ярко очень чувствуется в состояниях медитации или после употребления каких-то веществ, влияющих на сознание, что уходит вот это я. Но, опять же таки, потоп через какое-то время, оно возвращается, поэтому мы видим временный эффект. А очень важный момент такой есть, когда можно быть с этим я в игре и одновременно быть незатронутым, то есть, вот этим я вне игры. То есть, наблюдатель и наблюдаемый. И вот когда есть вот такая вот взаимосвязь и нету между ними какого-то противоречия, вот тогда наступает состояние контакта, да. То есть, есть связь между я и высшим я, то, что я говорил про канал совести в своих прошлых видео. И вот тогда высшее я ведет это я по пути духовного роста, по пути слияния. И то есть, вы можете получать вот эти ответы, озарения, обратившись к высшему я. Мы сейчас чуть позже проведем практику. И получая ответы, вы движетесь туда, куда нужно. То есть, происходит процесс ведания. Вы чувствуете, куда двигаться, как двигаться и зачем двигаться. И в этом процессе ведания у вас происходит трансформация. Вот этот как раз духовный рост. То есть, вы его прям чувствуете, вот расширение и освобождение. Вот давайте сделаем действительно практику, как мы уже делаем во всех последних видео. Сядьте в удобном месте, закройте глаза, создайте пространство для сессии. Просто представьте его, что у вас есть это пространство. Потом определите, где находитесь вы как сознание в этом пространстве. И определите ваше тело в этом пространстве, его местоположение. И затем прочувствуйте высшее я, соединитесь с ним и почувствуйте и контакт с ним, с высшим я. То есть, почувствуйте, какое оно. То есть, возможно, у вас уже были в прошлом взаимодействия с высшим я. Соединитесь и почувствуйте его, вот как, скажем так, некую субстанцию вне игры, с которой вы можете соединиться. Дальше задайте ему вопрос, что нужно для духовного роста, для моего духовного роста, для освобождения, для состояния единства, чтобы вернуться в состояние единства. И потом, когда вы задали вопрос, почувствуйте ответ. Это могут быть какие-то мысли, ощущения, картинки, какие-то суждения. Да, это не слова, это вот та информация, то знание, которое оно передает вам. Вы можете его прям как чувствовать, как внутри себя. Как вы чувствуете, как вы знаете, как приходят какие-то понимания, зрения. Вот это точно так же. И дайте возможность этому проявиться. То есть, вы получите какой-то ответ, что важно делать, а что нет. Какие правильные решения на данный момент. Получите этот ответ и примите его. Если появятся еще какие-то вопросы дополнительные, вы можете их задать, например, как мне это реализовать лучше. Или что мне сделать для того, чтобы это реализовалось. То есть, задавайте вопросы, пока вы не почувствуете ясность. Когда вы почувствуете ясность, что теперь вы получили ее и готовы к реализации этого, тогда, конечно, вы можете поблагодарить Высшее Я, не разрывая контакт с ним, да, то есть, мягко завершить сессию и дать ей возможность перейти в жизнь. То есть, и в жизни начать реализовывать это, то, что вы получили. То есть, это может быть, каким вам быть, что делать, что нет, как развиваться. То есть, процесс этот реализации. Постарайтесь максимально это реализовать в жизни. То есть, не стоит спешить, делайте это в своем темпе, но реализовывайте это. И поддерживайте этот контакт с Высшим Я, для того, чтобы оно помогало вам идти по жизни. Я именно так и делаю. А заряды, которые мешают вот контакту с Высшим Я, я помогаю убрать с помощью процессинга. То есть, рассматривая, как есть эти блоки, и они уходят. Состояние выправляется. А процессинги будет на канале моем несколько видео. Сейчас в конце ролика они как раз появятся, и вы сможете их посмотреть. Там рассказано о процессинге, о том, как это работает. А сессию можно сделать со мной в любой удобный для вас день. Просто написал мне в любой соцсети или в личные сообщения в вайбе, ватсап, телеграм, скайпе, где вам удобнее. На этом, друзья, мы будем на сегодня заканчивать. Вот я вам желаю осознанности и счастья. Если это видео вам понравилось, то поставьте отметку «Нравится», подпишитесь на мой канал, включите колокольчик для напоминаний и поделитесь этим видео с пятью вашими друзьями в любой соцсети, которой вы пользуетесь. И, конечно же, если захотите помочь каналу, все мои данные указаны в описании к этому видео. Также там две мои книги, это «Мир и вечный опознание» и «Полное исцеление». Вы можете их скачать по ссылкам. Если вы с Украины, используйте VPN, потому что некоторые сайты в Украине блокируются. Я вам желаю еще раз гармонии и счастья. Сейчас посмотрите те видео, которые появились у вас на экране. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи.